Машине Маком представляет Разум Фримана Эпизод 3 Ты в пролёте Так, стоп. Запамятовал, куда что-то идти. Налево, направо... Пофиг, пойду сюда. Безопасность! Американский придурок! И много сплошных бетонных стен. Секундочку. Так это один и тот же коридор? Точняк! Куда идти было не важно. Эти архитекторы такие засранцы. Хочется, кстати, заметить, что работать в подземной лаборатории это круто. Я себя прям чувствую каким-то злым учёным. Всегда хотел быть злым учёным. Так, спокойно. Не надо ещё один понедельник. Дышим глубоко. Приветствую. Привет! Так, стоп, я тебя даже не знаю. А ну не смущай меня. Всё в эту сторону. Офигенно. Лазер! Осторожно! Лазер! Осторожно! Лазер! Осторожно! Лазер! Это что значит-то? Эй, а у тебя как с чувством юмора? Нету? Ну ладно. Самое время уже перестать об этом думать. Ещё более унылый коридор трудно себе представить. Это освещение просто ужасно. Либо всё время темно, либо по-идиотски светит зелёным. Никому не убудет, если вкрутить несколько лампочек и сделать по-человечески светло. Вот ты где. Мы только что отослали образец в барокамеру. Мы подняли спектрометр антиматерии до 105%. Клёвый зачессон. Немного рискованно, но решительные меры необходимы. Администратор очень обеспокоен тем, что мы получим заключительный анализ сегодняшнего образца. Думаю, они пошли на многое, чтобы получить его. Эдекс не справляется, да? Гордон, они ждут тебя в барокамере. Знаете, ребята, мне иногда кажется, что вы роботы, только совсем не клёвые. Интересно, что будет, если построить такую штуку на древних захоронениях индейцев? В смысле, это же прям Нью-Мексику. Кстати, я до сих пор понятия не имею, что это за штуки. А, рад тебя видеть. Ага, радуйся, что видишь меня. Они выглядят как игрушечные плазменные шары, но зачем они нам? Ложись! Это уже критично. Я думал, это был снайпер. Какого чёрта происходит с нашим оборудованием? Думаю, это было бы бессмысленно. По идее, такого не должно происходить. Так, ну-ка посмотрим. Точно, оно сломано. Чёртовы процессоры Cyrix. Они перегружаются, и вот что происходит. Ладно, это уже не моя проблема. О, блин, только не этот лифт. Ненавижу его, у меня всегда здесь голова кружится. Ладно, может быть, кружиться не будет, если я буду вращаться вместе с ним. Налево, направо, нет, в другую сторону, по часовой стрелке, против часовой... Нет, блин, опять не получилось, и снова мне хреново. Ладно, это хоть не аттракционы в Диснейленде. Они так построены, что если ты обосрёшься, то щедро забрызгаешь вообще всех вокруг. Риман? Ты знал? Хм... Я тут единственный, что ли, с бородой? Понятно, почему у охраны их нет, но учёные-то... Что-то здесь не так. Боюсь, мы немного отклонимся сегодня от стандартных процедур, Гордон. Да вообще пофиг. Да, но не просто так. Это замечательная возможность для нас. Это самый чистый образец, который мы как-то-либо видели. И потенциально самый нестабильный. Но если ты будешь придерживаться установленной процедуры, всё пройдёт хорошо. Не понимаю, как ты можешь такое говорить. Кроме того, признаюсь, что возможность резонансного каскада крайне маловероятна. Гордону не надо всё это слушать, он большой специалист. Ещё бы! Мы уверили администратора, что ошибки быть не может. Да, ты прав. Гордон, мы верим в тебя. Я тоже? Ну что же, давай впустим его. Моя борода вас не пугает? Чёрт! Уберите этот звук! Я ненавижу его! Это напоминает сон, когда меня привязали и заставили смотреть Дом 2 с двумя фонариками по бокам, а потом... А потом я понял, я в аду! Всё это фигня, по-любому. У нас эти сканеры только потому, что они однажды поймали меня здесь, играющим в рокетбол. Не, лучше не надо. Тест, раз, два, три. Похоже, всё в порядке. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нём, при нём, как слышно. Ладно, Гордон, твой костюм должен всё это выдержать. Образец будет доставлен тебе через несколько секунд. Будь так любезен. Поднимись наверх по лестнице и запусти ротарь. А, щас сделаю. Чтобы мы могли довести спектрометр антиматерии до 80% и удерживать, пока не прибудет контейнер. Люблю карабкаться. Это будет обезьяна во мне. И ещё заставляет жалеть, что нет хвоста. Чёртовы гены. У меня нет хвоста и мордой не вышел. Гордон, ты меня слышишь? Поднимись наверх и запусти ротары. Б***ь, а я чем тут по-твоему занимаюсь? Я ж могу вообще сидеть и ничего не делать. Тебе так понравится? Вот придурок. Мне пора составлять список всех здешних придурков. И ты будешь первым в списке. Это начинает бесить. Я не думал, что у меня будет столько врагов, что надо будет настоящий список составлять. Но их уже больше, чем я могу запомнить. Какого чёрта? Это сработало у Никсона, сработает и у меня, верно? Замечательно. Теперь всем займёмся мы. Питание на генераторы первого уровня через 3, 2, 1. Наблюдаю ожидаемое выстраивание фазы. Вот в такие моменты я вспоминаю, почему стал физиком. Чтобы показать всем, кто здесь главный. Да! Активация генераторов второго уровня сейчас. Офигенно. Просто офигенно. Гордон, мы не можем предположить, как долго система сможет функционировать на этом уровне, и сколько будут собираться данные. Да я с тобой вообще не разговариваю. Ты в списке, понял? Я это делаю, потому что мне хочется. Воздушный конденсатор от 1 до 5%. Погодите, это не опасно? Возможно, это не проблема. Возможно. Но я вижу небольшое отклонение в... Что? А, нет, всё снова в норме. Подтверждаю результат. Смотри, не сглазь нас. Мне только что сообщили, что образец готов, Гордон. Он совсем скоро будет у тебя. Посмотри на систему доставки твоего образца. Серьёзно, надеюсь, мы сегодня получим хорошие результаты. В зависимости от того, что мы найдём, мы могли бы доказать теорию струн. Это было бы круто. Не буду никого жалеть, а останусь это всем в лицо бросать. Ну так что, ребята, вы готовы или как? Стандартный поиск несоответствующих элементов. Хорошо, Гордон, помести образец в зону анализа. Ненавижу, когда он так говорит. Скоро он будет губами причмокивать. Что он там делает? Тебе не о чем волноваться, Гордон. Продолжай. Ага, не бросать, женачатая. Неважно. О чёрт! О боже, что я сделал? Что я сделал-то? Выключение, вынужденное выключение. Блин, это нехорошо. Выпустите меня отсюда. Дверь откройте. Откройте дверь, сволочи. Я вас ненавижу. Это плохой эксперимент. Мы плохие люди. Почему мы устроили здесь зелёный апокалипсис? Что случилось? Это что ещё? Я чё, мёртв? Я себя не чувствую мёртвым. Хотя, как мне знать? Если это значит быть мёртвым, то быть мёртвым отстой. О чёрт, это потолок! Где мой шлем? Какого хуя? Вы кто ещё? Нет! Я не хочу быть вашим халявным фрагом. О боже! Это всё не смешно и пи***ет. Перевод на русский язык Александра Кост. Текст читал Максим Кулаков. Специально для StopGame.ru